МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Слушайте музыку или капюшон мешает обзору, вы в опасности. Пешеход должен видеть и слышать все, что происходит вокруг. Будьте внимательны. Переходите дорогу правильно. В Новосибирской области завершены дорожные работы по национальному проекту БКД. Последние приняли улицу Героев революции в Первомайском районе. Как прошел сезон, сейчас расскажем. Это проект «Дорожная карта» на телеканале ОТС. И помогают нам, как всегда, эксперты Центра организации дорожного движения и сотрудники Министерства транспорта региона. Меня зовут Вячеслав Горланов. Здравствуйте. Поехали. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» работы всегда комплексные. Здесь уложили не только новый асфальт на протяжении почти 3,5 километров, но обустроили газоны, пешеходные тротуары, ограждения и уличное освещение. Установили светофоры и новые остановочные павильоны. Вообще, в нормативное состояние в Новосибирске приведено 103 километра автомобильных дорог. Обновили 14 объектов. Кроме федерального проекта, больше 50 улиц отремонтировали на деньги из местных бюджетов. В регионе работы еще ведутся, но уже введены в эксплуатацию 69 объектов протяженностью почти 200 километров. На всех остальных участках работы с покрытием завершены. Началась подготовка к новому дорожному сезону. Да, мы находимся в финальной фазе. У нас нет никаких сомнений, что в этом году мы закроем все объекты. Напомню, что чуть более миллиарда рублей нам выделяло областное правительство. Это 37 объектов, из них 33 уже принято. Осталось 4, но погода позволяет нам планомерно эту работу завершить. И дополнительно мы выделяли средства из местного бюджета. Там 23 объекта. По ним тоже работа идет на финальной фазе. Эти проекты были чуть позже, но тоже мы в календарное время по погоде эти работы все завершили. Асфальт уложен на проезжей части и на тротуарах. Очистили ливневку и приступили к благоустройству территории. Мой коллега Сергей Толмачев оценил ход работ на улице Дачной в Новосибирске. Смотрите. Длина этого участка всего 1 километр. Пройти его можно минут за 7. Вроде бы немного, но улица Дачная это очень важный городской проезд. Там находится Красный проспект и улица Дусика-Вальчук, а позади меня можно выехать на улицу Жуковского. Но этот проезд до нынешнего сезона был сильно затруднен. Яма, колея, а весной и осенью еще и гигантские лужи. Для внимания канализации здесь, на этой данной улице, с ней были постоянные проблемы из-за того, что она была сильно заилена и в полном объеме она не работала. Поскольку вот в данном месте производится поднятие колодца, который был лет 10 назад просто замурован. Уложили асфальт, сделали переход с лежачим полицейским. В один уровень с покрытием вывели 96 люков канализации. О пешеходах тоже не забыли. Тротуар теперь ровный, да и бордюрный камень заменили. Хотелось бы, конечно, чтобы еще засадили какими-то кустиками или деревьями. Было бы здорово. А вообще, да, я очень довольна тем, что я вижу и тем, что я могу наконец-то здесь и на каблучках пройтись, если что. Посеять траву не давала погода. Сейчас приступили и к этому этапу. Весной тротуаров будут зеленые зоны. Ждали 6 лет, а воплотили в жизнь всего за 3 недели. Капитально отремонтировали дорогу и в Ленинском районе города. Причем принимали ее сами жители. Пробивали покрышки, цепляли днищем ямы. Еще недавно такие поездки были ежедневной проблемой. Участок от улицы большой, дистанционной, важная артерия мегаполиса. Местные жители рассказывают, сколько помнят, ремонт был максимум ямочным. Вырезался вот этот самый плохой кусочек асфальта и туда вот этот заливался вот этот вот гранулят. Но ямы настолько были уже большие, что этот гранулят в первый же дождь грузовики разносили на колесах. Видимо, камни забиваются между протекторами. Все выносилось и становилось все опять в то же самое русло. Обращение и наказы с просьбой выполнить ремонт направляли в администрацию района, города. У жителей внушительная стопка ответов. Дорогу удалось преобразить. Сняли асфальт полностью и уложили два слоя нового. Причем отремонтировали больше, чем планировали. Прямо на глазах дорога от самого кольца до самой бетонки в идеальном состоянии сейчас. Вот ездим, как на Бродвине, честное слово. Сейчас дорога в классном состоянии, новая. Около 2300 километров дорог региона привели в порядок за последние пять лет. Цифра впечатляет. Приобрели 400 автобусов и закупили 258 троллейбусов. Такие итоги подвели на торжественном заседании, посвященном Дню работника дорожной отрасли. Отметили заслуги и сотрудников Центра организации дорожного движения Новосибирской области и других профильных ведомств и организаций. Каждый вносит свою липту в развитие дорожной безопасности. В регионе строят новые дороги и ремонтируют уже существующие трассы. Объем перевозок в области увеличивается постоянно. В том числе пассажиропоток общественного транспорта. Поэтому в каждом районе обновляют автопарк. По сравнению, скажем так, с пазиками, ну это день и ночь. Это все равно, не знаю, сравнить, что, ну, наверное, с копейки сесть на хорошую иномарку и работать. То есть ты уже не думаешь, как бы тебе доехать там, переключиться, когда... Ты просто едешь и работаешь спокойно. Выходишь и на работу... Ну и ты знаешь, что ты до вечера доработаешь, у тебя ничего не сломается. Не дай бог там что-то заглохнет, отвалится. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поблагодарил дорожников за работу. Отметил, что за последние годы транспортная инфраструктура заметно изменилась в лучшую сторону. В том числе контроль за качеством материалов и исполнением работ стал намного строже. Справедливо нужно отметить, конечно же, результаты есть. Оглянуться на пять лет назад и можно вспомнить, что другие технологии применялись, и другие взаимоотношения, и другой спрос и контроль был. Большая очень работа проделана за последние годы действительно по обновлению подвижного состава в сфере общественного транспорта. Как отмечает губернатор, работы у дорожников впереди еще много. Нужно повышать качество проектирования будущих магистралей, комплексно подходить к ремонту уличной сети, не только менять слои износа, но и обновлять тротуары, остановочные пункты. И завершает выпуск «Портрет человека труда». Несмотря на трудности, наш герой не бросил тяжелую профессию и зимой чистит трассу от снега, а летом укладывает асфальт. Давайте познакомимся. Многодетный отец из Машковского района и настоящий фанат своего ремесла. Мои коллеги встретились с Виктором Голубевым под занавес дорожного сезона. Здесь показывают, получается, сколько под плитой асфальта. Слоя асфальта идет, получается, температура плиты, трамбрус плиты. Сегодня Виктор Голубев работает на участке трассы Новосибирск-Сокур. До окончания сезона дорожных работ всего полмесяца необходимо выполнить намеченные планы. Работа ответственная, отвечать за качество приходится не только перед начальством, но и перед водителями. Вот мы делали на М51. Некоторые тормозят и показывают классно, что ям нету, ничего вообще. Ездили в машины свои, били. Но сейчас вы сделаете, все нормально. Впервые за рулем профессиональной техники Виктор оказался в 2010-м. Пришел после училища и армии, чтобы получить стаж. Так и остался в родном Машковском ДРСУ. Начинал с белоруса, по дорогам так же чистил все. А это, получается, делает дороги, по которым зимой я езжу и работаю на них. В четвертый сезон я на ней уже работаю, получается. Как бы заинтересовался, трактор как бы большой. Первый год казалось сложным на нем, вообще сложным. А сейчас как-то кажется, как вообще игрушка. Больший восторг от такой игрушки только у детей Виктора. Машинист – многодетный отец. С супругой, медсестрой воспитывает четверых. Признается, хочет своим примером показать детям важность и престижность рабочих профессий. По категории есть, мог бы с шофером пойти, но если это, у меня душа лежит к этой технике, почему нет. Запах асфальта, дорога зимой получается, вот как чистим. Сейчас запах асфальта, вот эта ответственность тоже как-то. А в ответственности там есть и там есть. Но здесь как бы больше ответственности, чем на дороге. Я имею в виду, с шофером тем же работать. Намного больше. Дороги требуют ухода постоянно. Вот и в этом году работать будут вплоть до конца сезона. А с 1 ноября Виктор пересядет на уборочную технику, чтобы обеспечить достойное содержание тому покрытию, которое он уложил. И на этом пока все. Еще больше новостей читайте в телеграм-канале Центра организации дорожного движения Новосибирской области. Будьте осторожны в пути. С вами была Дорожная карта и я, Вячеслав Гарланов. До встречи на телеканале ОТС. Уважаемые водители, огромное вам автолюбительское спасибо за то, что соблюдаете дистанцию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова